Девушки отдыхают Отдельное совещание у главы города В Десногорске полным ходом идет очистка дорог от снега Итоги очередной административной комиссии Я подошел к женщине, потребовал у нее деньги Она мне дала 500 рублей Задержан подозреваемый в разбойном нападении и грабеже А сейчас об этих и других событиях подробнее В минувший вторник в администрации прошло плановое оперативное совещание На котором глава Десногорска Вячеслав Сидунков Подвел итоги минувшей недели и определил задачи на текущую На прошлой неделе внештатным помощником заместителя губернатора Смоленской области Николая Кузнецова назначен Олег Каравашкин Абсолютное количество наших участников меня знают Здесь знают, кто же с этой стороны как профессионал Натально работают на улучшение качества жизни нашей Десногорска Моя работа будет посвящена там Отчет об исполнении бюджета за 2016 год Сформирован и направлен в областной департамент финансов Отдел социальной защиты населения продолжает принимать документы На участие в городских смотрах-конкурсах по охране труда А 14 февраля закончился прием предложений От некоммерческих организаций по кандидатурам в общественный совет Во всех образовательных учреждениях Десногорска До воскресенья включительно введен карантин Также ограничены занятия в учреждениях дополнительного образования 21 февраля в нашем городе, как и по всей России Пройдет единый госэкзамен для родителей В нашем городе 43 родители заявили об участии в этом ЕГЭ по русскому языку 21 числа в школе номер 1, 2 часа Там это связано с работой еще наших родителей Они будут писать это ЕГЭ Поэтому спасибо тем, кто откликнулся Можно еще о себе заявлять и не только родителям выпускников, но и другим взрослым 22 февраля с 10 до 12 часов В свободном режиме состоится возложение венков и цветов Посвященное Дню Защитника Отечества В этот же день в 17 часов будет праздничный концерт проходить в городском центре досуга Сотрудники Десногорского отдела военного комиссариата завершили постановку граждан на воинский учет В администрации Смоленской области обсудили результаты мероприятий по реализации майских указов президента в части поэтапного повышения заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы Начальники профильных департаментов отметили, что по итогам прошлого года зарплаты этой категории смолян практически во всех отраслях достигли запланированного уровня Зарплата работников здравоохранения составила почти 20 тысяч рублей По сравнению с прошлым годом она увеличилась на 4% У соцработников увеличение составило 0,7% У педагогов зарплата увеличилась на 1% В зимнее время тема уборки снега на дорогах и во дворах, пожалуй, вне конкуренции по популярности Кто только не ругает коммунальные службы во время снегопада На самом деле наш город только на первый взгляд кажется небольшим И содержать его в порядке приходится двум небольшим управляющим компаниям О том, какими усилиями достигается результат в нашем следующем сюжете Центр города традиционно является местом проведения почти всех массовых праздничных мероприятий, ярмарок и концертов Когда мы приходим отдохнуть к центральной сцене, мало кто задумывается о том, кто создает уют в этом месте и поддерживает чистоту Зима в этом году удалась на редкость снежной Коммунальщики вывезли за город около 10 тысяч тонн снега За десятилетия, это первая зима, чтобы было столько много снега, вывезено с территории города Приближаются февральские праздники Все мероприятия, празднования Дня защитника Отечества и Масленица пройдут в центре Поэтому уже ведутся работы по очистке площади от сугробов В работе весь автопарк службы благоустройства 9 единиц техники – это погрузчики, самосвалы и грейдеры Каждый рабочий день начинается в 4 часа утра Очистка города ведется каждый день Сейчас погода позволяет производить очистку без повреждения покрытия То есть снег подтавит, его намного проще убирать Также готовимся к предстоящим праздникам, к Масленице в том числе Поэтому работаем К следующим выходным центр города будет готов для праздничных гуляний Вчера, 15 февраля, смоляне вспоминали великого земляка 108 лет назад в деревне Алексеевка Рословского района родился Николай Рыленков Он учился в Рословской школе, окончил Смоленский пединститут При жизни были опубликованы его 46 книг В основном это сборники стихов Долгие годы Николай Рыленков возглавлял Смоленскую писательскую организацию Шестой ежегодный семинар Всероссийского общества инвалидов Прошел в Красном Бару под Смоленском На обсуждение важных вопросов для людей с ограниченными возможностями Приехали председатели всех районных и городских отделений Всероссийского общества инвалидов Всего 60 человек Особое внимание уделили вопросу по обеспечению необходимыми лекарствами Людей с ограниченными возможностями здоровья В Смоленске стартовал второй региональный чемпионат Молодые профессионалы Смоленской области Направлены на пропаганду рабочих профессий И повышение их престижа среди молодежи В первый соревновательный день 14 февраля Молодежь представила свое мастерство в 15 компетенциях Среди которых сварочные технологии Парикмахерское искусство Дошкольное воспитание Технологии моды Помимо смолян В конкурсе участвуют 22 представителя И из других городов В Смоленской области возросло число заболевших гриппом и ОРВ Управление Роспотребнадзора по Смоленской области Озвучило данные за последнюю неделю За период с 6 по 12 февраля Уровень заболеваемости гриппом и ОРВ В регионе оставался ниже порогового По сравнению с предыдущей неделей Число заболевших увеличилось на 12,8% Увеличение показателя отразилось во всех возрастных группах Российская гильдия пекарей и кондитеров Подвела итоги исследования развития хлебопечения В регионах России с 2012 по 2015 годы В рейтинге регионов-лидеров России По индексу роста объемов производства хлеба и хлебобулочных изделий Смоленская область занимает 18 место По количеству социальных магазинов на 10 тысяч жителей Осуществляющих реализацию хлеба и хлебобулочных изделий 10 место Сегодня на Смоленщине работают более 50 предприятий Различных форм собственности Производящих хлеб, хлебобулочные и кондитерские изделия В Десногорске продолжается борьба с нарушителями областного законодательства Во вторник, 14 февраля, на рассмотрение административной комиссии Было представлено 16 протоколов Подробности далее По статье 27 нарушения тишины и спокойствия Рассмотрели 13 протоколов Из них по 7 с нарушителями провели Профилактическую беседу И просто предупредили А тем, кто повторно попал на комиссию Вынесли штраф в размере 1 тысячи рублей За нарушение запретов благоустройства Статья 17.4 рассмотрели два протокола Нарушитель неправильно припарковал свой автомобиль дважды За это он теперь заплатит штраф в 6 тысяч рублей Один протокол комиссия рассмотрела По статье 32 областного закона За нарушение торговли вне установленных для этого мест Продавец пиротехники Теперь заплатит минимальный штраф в 3 тысячи рублей С начала года межведомственные мобильные группы Не допустили въезда в Россию 32 фур с санкционными товарами Всего за полтора месяца Они обследовали 20 тысяч транспортных средств Чаще всего, как отмечают таможенники В страну пытаются ввести яблоки из Польши В один из дней сотрудники таможни Задержали сразу 6 автомобилей С этими фруктами Общим весом 123 тонны А сейчас криминальные новости В первое отделение полиции Смоленска обратилась женщина с заявлением О нападении и ограблении О том, что же произошло, вы узнаете в следующем сюжете Женщина сообщила о том, что на нее напал неизвестный молодой человек Избил и вырвал из рук сумку, после чего скрылся Потерпевшая заявила, что ущерб составил более 9 тысяч рублей На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники правоохранительных органов Уже через 15 минут в одном из дворов Недалеко от места происшествия заметили гражданина по приметам похожего на нападавшего В руках у него была похищенная сумка Подозреваемый, неоднократно ранее судимый житель Смоленского района Дал признательные показания Свой поступок объяснил отсутствием постоянного источника дохода И состоянием алкогольного опьянения В настоящее время злоумышленник задержан В отношении подозреваемого возбуждены уголовные дела По статьям Уголовного кодекса грабеж и разбой Расследование уголовных дел продолжается Также было установлено, что накануне вечером на улице он подошел к девушке Угрожая предметом, похожим на нож И отобрал у нее полторы тысячи рублей А в Десногорске полицейские задержали подозреваемого в грабеже Местный житель похитил сумку у выходившего из магазина пенсионера Надеясь найти там алкогольную продукцию Грабителя задержали и теперь ему грозит срок до 4 лет лишения свободы Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей Спасибо за внимание, до свидания Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин